Газовщик коксовой печи Антон Коробов был признан лучшим рабочим по итогам прошедшего месяца. Кстати, звание это он получил не в первый раз. А однажды Металлург даже становился лучшим мастером, когда заменял руководителя. О молодом и перспективном рабочем расскажет Евгения Солохудинова. Циферблаты и стрелки повсюду. Это не часовая мастерская, а диспетчерская в коксовом цехе ММК. Именно здесь работает Антон Коробов. Газовщик коксовых печей, коксовой батареи номер 13-14. Его прямая обязанность – следить за всеми основными параметрами, которые влияют на обогрев печей. Мы контролируем температуру в отопительных простенках, регулируем ее соответственно, ну и производим соответствующие работы в газовом тоннеле. Газовый тоннель протяженностью 100 метров – это еще одно рабочее место Антона. Подземный бункер словно декорации к мистическому триллеру. Молодой газовщик обходит его несколько раз за смену. Осматривает каждую деталь – газовый экран и вольвера. Тщательно проверяет, нет ли дефектов оборудования. То есть смотрим на цепочки. Цепочки служат для изменения, получается, для реверсии контовки и подачи воздуха либо газово-отопительные простенки коксовых батареек. Работа непростая, но Антон справляется. И более того, по итогам прошлого месяца его назвали лучшим работником цеха. Кстати, звание это он получает не в первый раз, руководители говорят. Парень хоть и молодой, но очень способный. Ему доверяют самые ответственные задания. Глядя на все вот это, его стали привлекать на подмену и мастера, и старшего мастера. Справляются? Ну да, если бы не справлялся, то бы и не привлекали. Коллеги добавляют, он еще и друг, отличный человек. Слово и дело в любой ситуации, готов прийти на помощь. Когда Антон к нам пришел, конечно, показал себя с очень хорошей стороны. Сразу начал интересоваться всем оборудованием, работой. Работа у нас очень ответственная. В общем, всем он в бригаде нравится, зарекомендовал себя только с положительной стороны. Для Антона Коробова такая оценка товарищей по цеху дороже всех званий. Это стимул двигаться дальше и развиваться. Тем более, что в родном цехе для этого есть все условия. Евгения Солхудина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.